Дорогие друзья, вы хорошо знаете, какой день мы сегодня собрали в Большом Зале. Это праздник консерватории, это ее день рождения. И сегодня в 153-й раз мы отмечаем этот день, но именно в последние годы эта традиция привела особую значимость. Точнее, это было в тот год, когда мы отмечали круглую дату, 150-летие Московской Консерватории. Это был совершенно феерический фестиваль, даже занявший не один концертный сезон, а два. Как подготовка к юбилею, как его в Большом Зале. Но именно в этот момент, можно сказать, родилась новая традиция. Традиция, которую мы уже укрепляем в третий год. Традиция связана с тем, что Московская Консерватория всегда от начала своего существования по нынешний день очень бережно относилась к мастерам. И прежде всего к мастерам старшего поколения, которые либо продолжали школу, либо становились родоначальниками школы, поскольку все эти процессы очень тесно переплетены. И поэтому в сегодняшней Московской Консерватории, к счастью для нас, очень много людей из старшего возраста, которые продолжают работать, которые продолжают быть славой Московской Консерватории. И вот в год ее крупной даты, юбилея, было принято решение в ученом Совете Консерватории учредить золотую медаль имени Николая Григорьевича Эйнштейна. Причем это действительно чистого золота медаль, которая по итогам специально разработанной процедуры, включающей выдвижение факультетами и кафедрами тех, кого хочется назвать в первую очередь, включая тайные голосования ученого совета, вот всех наших помещательных мастеров, которые в итоге в этот самый день, день рождения Григорьевича Эйнштейна получают эту медаль. И к этому еще, что не менее важно, было также присутствовало награждение в виде денежной премии, полмиллиона рублей каждому, и, что еще более приятно, в виде записи с золотыми буквами на мраморной доске, которые теперь уже также украшают фойе Малого Зала Консерватории. Вот совокупность всех этих наград, это свидетельство нашего глубочайшего уважения и радости того, что мы имеем возможность это сделать перед нашими учителями. Позвольте мне, при помощи моих помощников, ассистентов, вручить эти награды, которые я уже рассказал. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья Николаевна Федерникова, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не буду говорить много, потому что я очень волнуюсь. Это очень волнительный для меня момент. Я тесно связана с Московской консерваторией, начиная с 1956 года, по сегодняшний день. И это мои счастливые годы. Мне очень хочется поздравить консерваторию с ее очередным днем рождения, низкий поклон и благодарю за такую высокую награду, которой моя скромная, так сказать, деятельность органистки была отмечена. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Борисовна Оленская, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня для меня удивительный день, поскольку вся жизнь моя, моя мать и Наталья Борадова связана с Московской консерваторией. Первая запись моей трудовой книжки доделана в 1958 году, а адрес указан «Улица Мерцева, Дом Кедырцева». Это замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень благодарна и обязана своей работой в консерватории тем, что в моем далеком военном детстве меня было приобучать в Центральную музыкальную школу, затем в консерваторию, а дальше разрешили учить, и только учить. И моя мама говорила, что мы, кто здесь в консерваторе, мы избраны, потому что мы входим не на службу, а мы служение здесь в производстве. Поэтому я очень счастлива, что в день рождения нашей Армамады мне хочется сказать спасибо, что вы зародили эту замечательную практику, которая сделала нам очень дорогу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Васильевна Тажановна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы проголосовали и присудили эту награду. И это, наверное, самое ценное и действительно самое дорогое, что может быть в нашей жизни. Существование Московской консерватории для нас – это не только работа, но, может быть, даже не служение, это жизнь. У меня в этом году совпали круглые и счастливые даты, очень важные для моей судьбы. 60 лет назад я поступила на первый курс в Московской консерватории, а 50 лет тому назад я начала здесь работать. И если к этому еще прибавить 11 лет учебы в Центральной музыкальной школе и некоторые годы работы в Центральной музыкальной школе и в нашем училище при консерватории, то, подводя итоги, можно сказать, что вся моя жизнь не разрушена в связи с Московской консерваторией. АПЛОДИСМЕНТЫ И для меня огромное счастье, что я нахожусь среди выдающихся музыкантов и тех, которые были ранее, и тех, которые работают сейчас, и среди тех, кто работает сейчас, немало тех, кого мне бы счастливилось учить. И именно их талантом и их самодвежным трудом и поддерживается тот высочайший уровень нашей музыкальной мультуры. Я очень рада сегодня особенно, что историко-теоретический факультет Московской консерватории представлен тремя представителями. Валентина Николаевна, Елена Борисовна и я – это, конечно, признание того вклада, который вносят музыкореды в воспитание и образование музыкантов. И за это тоже большое спасибо. Я хочу поблагодарить руководство Московской консерватории, и, конечно, Александра Сергеевича, без которого понятно, что эта акция бы вообще никогда не существовала, я помню, и все мы это понимаем. И я благодарна своим коллегам, членам ученого совета консерватории, за то, что они присудили мне эту награду, вносящую мне Игоря Борисовичу Монштейну. Это действительно повестение – награда высокой пробы. Спасибо. Валентина Николаевна Холопова. Я просто обязана быть кранкой. Я проработала 60 лет в Сватоне. Я счастлива этим сроком жизни, который был мне на мою долю. Я благодарю ученый совет, который избрал от нас для того, чтобы присудить нам эти медали, и вывести тяшные золотые доски. И особая благодарность тому, кто инициатор всех этих торжественных начинаний, а именно Александр Сергеевич Соколов и его выражает особую, особенно горячую благодарность, в которой я не подняла то внимание, но тем конечментам, которые мы слышим здесь, и когда он нас закрывает, и когда он нас будет вести еще вперед далеко, далеко. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ